Небольшой чип на меховом изделии – обязательный атрибут. С помощью него покупатель сможет узнать всё о товаре, который привлёк его внимание. Именно таким способом государство борется с контрафактом. Сегодня Управление Роспотребнадзора проводит очередной рейд в меховом салоне. У надзорного ведомства специальный сканер, который считывает всю необходимую информацию об изделии. Когда прикладывается непосредственно наше оборудование к КИЗу, то есть вот, например, номер конечной цифры 54 845, это отражается на компьютере. На компьютере сразу идёт номинование изделия, изготовитель изделия, размер, цвет меха, где оно произведено, дата и декларация соответственно, основание чего произведено, эта шубка произведена. Кроме того, вся вот эта информация, которая считывается с КИЗа, она и представлена на маркировке. КИЗ – контрольно-идентификационный знак, как раз тот самый чип, который хранит в себе информацию об изделии. Прикреплён он может быть в любом месте шубы или пальто, отделанного меховым воротом. КИЗы бывают двух цветов. Красный означает, что изделия импортного производства, зелёный – отечественного. Изделия без маркировки Управление Роспотребнадзора конфискует и через суд штрафует нарушителя. Если магазины, торгующие меховыми изделиями, не предоставляют чипы, либо маркировка не соответствует рембованию российского законодательства, этот предприниматель подвергается административной ответственности по статье «Реализация товаров без маркировки». И этот товар подлежит конфискации. Что же делать обычному покупателю? Ведь специального сканера у него нет. Ответ очень прост. Сканер заменит обычный телефон. Для этого нужно скачать специальное приложение и с помощью QR-кода получить всю информацию о желанной покупке. Любой покупатель, любой человек может скачать все приложения на телефон в данном случае и работать таким образом. Подносите, сразу срабатывает и все выдает. Полностью информацию об этом изделии. Где произведено, какой фабрикой. Здесь должно совпадать все, что здесь высветилось и здесь на этикеточке. Несмотря на то, что государство обязало чипировать меховые изделия еще с октября 2016 года, нарушений все равно есть. Хоть их и стало меньше. С начала лета Управление Роспотребнадзора выявило 22 магазина-нарушителя по всей области. Общая сумма фальсификата, изъятого у недобросовестных торговцев, составила 9 миллионов рублей. Плановые проверки продлятся до конца этого года.